хвостики исчезают идем дальше сейчас поймете к чему говорю дело то что мне постоянно сюрпризы преподносит люди и жизнь преподносит сейчас итак внимание значит смотрите вот это вот они же будет письмо живого человека настоящего в косточке амора получился что вроде не амор сейчас поймете это такие вегетативные гибриды которые можете сказать нет у косточки есть папа папа значит вегетативной гибризации ни при чем правильно то есть у нас ничья один-один я говорю влияние выиграть и нет вот все прекрасно кстати спорить не собираюсь потому что я поддержу обе точки зрения смотрите итак гибрид амора с чем-то соседом назовем полностью исчезла округлились полностью я считаю соседи тоже круглые ну и по двое круглые манджурский абрикос ничья но дело в том что мне все жизни пришлось вырастить 30 тысяч саженцев донести до плотношения несколько тысяч вот почему так много и где они кому-то не понравился сад подожгли четырех сторон но теперь речь идет о том что не до того не после того за все 30 лет вот я пишу для того случая лечения сенцевых и плиты и привиты кстати тоже вот и их потомков абрикосов и персиков так вот и примеры буду приводить персики из косточки такие же потому что они привиты такие же не крупные но тут будет одну тайну мы раскроем это самая интересная тайна это как раз девчата для вас кто-кто любит тайны так это женщины мужики 100 грамм огурчик вот я не шучу внимание хотя и по двое самые дикие саги а вот это вот самый дикарь попался смотрите итак я что хотел сказать это фотографии прислали эту фотографию прислали но у меня каждая девчата я до вас это все уже у меня восемь девять вебинаров полностью сверстаны и мне довольно трудновато хочется обо всем но она ко мне это отношение потому что у вас получается что ювиза нет а вот этот он вроде бы и сохранил мелочи сохранил он наверно как и со сладки сладким не назовешь и вот он кузнецов вспоминаю на прошлом вебинаре я сказал гражданин кузнецов спасибо за отчет про сумасшедший урожай а фотографии и вы писали вот эти там еще несколько но те ко мне отношения не имели или имели но я боялся ошибиться не нужно точно читаем вебинаре вчера просили фото урожая 2020 дополнительно сообщая садик расположен в южном предгорле южного урала южный урал почва склонна к заболачиванию внимание уровень грунтовых вод около двух метров засушливое лето значит не засушливое еще меньше участок слегка удалось отсыпать ну и холмик 30 40 сантиметров ваша кости начал садить в 14 году научился более-менее в 16 первый цвет был 19 плоды только 20 попробовал посажены 6 сортов ваши корни собственных еще один баскирия дал далекоски на фотографиях в ладонях урожай с патриарха 17 год он консульта засох запомнили идем дальше на блюдце амур вот и так амур крупность сохранил значит один у меня таких кирпичиков сотни но девчата это сейчас не разборка кто это но поверьте тот кто когда-то вы знаете я богатырю мичурина такого труженика больше не было и нет и не будет его классический пример еще раз повторю мы же говорили раньше ну не смотрели все эти 120 фебинаров значит привит на дичок антоновка культурная крупная берется с ней семечки и получаем дички вот его мнение влияние по двое сто процентов оно же подтверждает результативную гибридрацию правда в плохом смысле значили дичков привили а семена оказались диким вот это пошло в народ а еще оно пошло в народ от того что многие помните как этот самый который обозвал нас сектой а мы не обиделись мы гордиться начали секта это так сказать союз единомышленников мы не обиделись а помните его а уже нельзя вообще дорого а я накуплю и накупил он то что уже есть было нельзя зато за 600 рублей уже ведро там или два вот а вот теперь выращу вот с них то как раз от метички получит их и так то есть было нельзя а здесь то подпитка от культурного представляете рядом с этим амуром растут королевский манитоба амур так и еще с одной стороны ну еще и так далее там уже плотно и вот получается что все таки частично на этот вопрос ответил не а вот этот товарищ ни одного запятой я даже ошибки никогда не справляю и запятые не ставлю в общем как есть так есть вот а вот это вот мое по двое самое дикие стойди значит получилось что читаем дальше мы еще не закончили с ним и так холмик все равно вода близко на фото урожай а теперь смотрим сюда у него засох кто засох у него сейчас а вот он и так патриарх засох почему он мог засохнуть умереть вот эти полтора два метра воды все это не для него теперь я еще это у меня нагадалка еще 7 лет жить мне а я зомбирован значит за это время еще сообщите что было с этим приспособился или умер боюсь что умереть за ним почему вот эти абрикосы убить невозможно сколько раз я их вырубал сколько раз и выпилил нас за подлецей землей бесполезно тут же вылазит для чего как вылазит и вот я говорю к тому что объективной причиной для не распространения абрикосов в саду это повышенная влажность которая природная даже близким воды эти самые глина она держит влагу посадка влево не а потом караул спасая константинович можно пересаживаю расколка я сидит гниев сколько пять лет а высота три метра мы все садиновый так посмотрели мы так такими вот кирпичиками а вот это вот фотография от воулина вот александр юрьевич этот самый который меня отругал за то что я будучи в челябинске с лекциями а он не знал уже ученый что он не знал а то бы меня заставил студентам лекцию прочитать вот тогда могла случиться первая смычка а получилась стычка видите дальше значит девчата я теперь все два часа буду с вами беседовать к вам обращаться беря вас союзники прошу тоже заступаться за садоводом случилась страшная вещь сады урала взяли и разместили мои шесть фотографий не просто разместили а сделали как если просто разместили это ладно бери что плохо лежит а вот когда любой вещи написано чья она имеет хозяина значит это воровство вот он сады урала теперь этой фотографии носится история имела продолжение будет выпущена так называемая фильм отдельный он уже готов по моему он уже есть в интернете ну потом проверим я размещу еще в этом гостевой посмотрите дело о чем смотрите вот этот урал да я хочу всех упредить я набрал врал сад питомник заходим к ним питомник я вас просто учу я прошу и чтобы ученые тоже понимаете самое страшное и ваш альма-матер занимается продажа саженцев она называется этот академия тимирезовская да и она тоже вот и все у нас самый страшный враг тех кто выписывает на юге и выдает за сибирский рюк вообще они достигли своего как бы это сказать-то апогея больше у нас никто не покупает вот а у них смотрите я там у меня целый переписка я не помню ниже она есть или нет но это даже не главное там написано в конце концов извините мы больше не будем мы фотографии уничтожили ваши а они же уничтожили смотрите слева и а так как у них как не было так и нет своего сада нету они опять налепили ну вы догадались да опять не лепили железовские внимание вот это вот вся фотография а написано сады урал это смеяться будете мне надо где четче видно что моя так видите вот это вот обе ну просто фотография мы зашли сюда вы видите крышу я тут это я уже показывал я вынужден повториться потому что они-то не сидят за этим и мы все все это наука по барабану вот эта крыша соседи моего дома красный хутор и рула геологов вот если это дом номер 1 это на дом номер 3 я не смотрел вот и мы теперь берем и заходим яндекс это моя учеба я вас прошу всех вот переключать надо их остановить все мошенников смотрите в этом сады урала давайте посмотрим сюда да вот видите видите да а теперь а обратите внимание что они делают вы видели что они вот этот кусочек вырезали вот это туда вот я показываю стоило нажать оказалось от моя фотография тут их десяток тут 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 и вот это вот и есть называется ловкость рук как там дальше ловкость рук никакого мошенничества дальше пойдем посмотрели полюбовались это не все одна мая это уже после извинения так внимание вторая фотография сейчас я все доказывать не буду вы видите а есть которые доказать это ну примерно как это вот эти вот она моя знаменитая линейка она есть на сотни фотографий украденных на нескольких сотен вот она ее спутать невозможно на фирменную вот так вот даже поленились отрезать почему они вообще не интересовались ни мной ни вот этими с чем это вот им не надо никаких гибридов зачем они им вот фотографии нагревали так и это и за границей скорее всего один раз удалось выжать ответ из других питомников то есть признали в том что ни черта не врачи вот автоматически признали что у них ничего этого нет вот примерно так пойдем дальше я не мог упустить потому что это уже было после извинения осталось все как было видите вот одно из них я сюда разместил а потом только сейчас раз а реклама только нажал 25 марта давно это было десять дней назад и вот же она же уже где среди для жизни опять врать будем я дальше не смотрел опять врать бы и знаете когда страшно это обращаюсь к тем друзьям которые мне научили так делать страшно вот страшно жить становится и вот и обращаясь к ольге к наталье а почему вдруг я чуть со стволу не упал когда мне позвонила или на сердце искал мы а у него там подруга то есть она за в лап для подруга она тоже наша железовская вот мы будем вот эти вот находить и мы будем а я попросил как рядом чтобы звук записывался и именно это бесполезно что толку что вот они мне авто раз обманули мы ваши ликвидировали видите вот и продолжает это воровать мы фото да почему я обиделся крупнейшая где-то сотни тысяч подписчиков печатать печатать потом шиш почему а это не ваши фотографии я проверил в интернете а так это что а платила по тысячи по две гонорары это не лично деньги блин ну что виноваты исправляйтесь а фирма сейчас выйдет сколько вы потеряете клиентов и вот это тоже самое цветы для жизни не цветы для жизни знаете как это называется называется хворост или это самое для жизни только печку ваши саженцы годятся я обратился раз по ее саду красноярская аспирантка ее подруга ученая будут этим заниматься надо между делом разоблачать я вас уже прошу помогите старикам они подарят нищенские пенсики мошенникам впереди весна впереди весеннее обострение хорошим смысл понимаете они хотят детям десятки за всю жизнь несколько сотек писем было написано поздно но хочу оставить дети не увижу плодов но хочу оставить детям внука что они оставят когда им пришлют эти самую а я вам показывал одну даже не при ничего покажу что они оставят а это раскрученнейший питомник вот наши вот такие производят импортная гораздо выглядит симпатичнее только толку от них еще меньше эти сгниют уже сгновили а те просто это вот замерзнут вот так вот это вот ваулина и что получилось 20 30 не помню это я для натальи георги 20 30 тебя повторяю вы же не смотрели раньше если вам верить в другом месте ящики ящики полные вот такими разы цветов разы цветов хотя это самое все сеянцы были из-под маточного дерева патриарха да выдающееся дерево поверьте если вы мне напишите констатинович обещал гоню это самое косточки я вышлю они слипцированы в скорость какая выйти ниже тут уже первые вот таки пошли вот результаты великолепные все съедобно а мне даже смешно да маньчжурцы я просто раз показывал его вы должны были видеть девчата значит они такие кислораты но я как вспомню главный редактор да мы доехали у нас уже ведра пустые они всю дорогу эти маньчжурцы ели ели я одно съесть не могу один но один съем выплюну а там представляете какой авитаминоз когда в середине лета еще фруктов своих не было те годы импорта еще завала не было а здесь свеженькая без единой капельки яда без единой это даже этого я уж не говорю про минеральное удобрение вообще никаких вот а ели ведрами получается а эти то он говорит все сладкие так я разберу союзники давайте мы же как объединяться будем я же не с протянутой рукой говорю это надо будет пристраивать и железово сергея в москве надо куда-то в тимирязь у кого-то же надо власть брать не просто устроить и мячка там также будет за нищенскую зарплату пусть он там будет не как у доскобилов 15 тысяч за лава пусть будет 30 все равно на эти деньги не выживешь я вам пожалуйста показал вот это вот реальность такая ну продадут тысячи мертвых но нету в сибири питомников которые друг у друга покупает и они потом растут разве что вот то что вверху это вот последняя на лучшую показывал там стыдно говорить крупнейший питомник раскрученнейший центре сибири просто стыдно тоже выживает только такой дрянь рассылает